ДТП Череповца ДТП Переживает, конечно, и всем интересна обстановка на дорогах в нашем городе. То есть в группе у нас всегда можно узнать, где пробки, где заторы, как лучше проехать быстрее. Также постоянно укладываем периодические сводки ДТП, информацию о поиске очевидцев различных транспортных, дорожных транспортных происшествий и также о розыске транспортных средств уехающих с места ДТП. Администраторы и участники, которые неравнодушны к вопросам безопасности, проделали огромную работу. Сегодня это не просто группа, это сообщество водителей и пешеходов, а страничка, портал, насыщенный полезной и всегда актуальной информацией. Всегда уже ездишь и думаешь, что бы такого интересного рассказать людям, какие вопросы меня лично интересуют, я всегда стараюсь их освещать. В связи с этим мы сделали меню в группе, где все разделено по разделам. И вот такой раздел, как интересно знать, как раз это посвящен таким интересным статьям, важным заметкам, которые пригодятся молодым водителям и пешеходам, и тем, кто попадал в происшествия дорожные. На сегодняшний день администраторы группы воплотили в жизнь ряд важных проектов. Обо всем по порядку. Каждое ДТП, в котором пострадали или погибли люди, не оставляет равнодушными череповчан. Они готовы не только сопереживать на словах. Илья в группе занимается вопросами сбора средств. По его словам, такого не было, чтобы кто-то не откликнулся на призыв о помощи, в том числе материальной. Люди обращаются в группу с просьбами о помощи, случившиеся в дорожно-транспортных ситуациях. От имени группы делаются посты, что собираются помощь, требуются кому-либо. И мы, соответственно, собираем средства от тех, кто откликнулся, кто готов и желает помочь. Когда был первый случай сбора средств, я думал, что будет все гораздо хуже. Первый сбор мы, конечно, собрали не особо много, но второй сбор, то есть довольно-таки огромное количество людей откликнулось. И до сих пор даже люди спрашивают, что не нужна ли поддержка именно в той ситуации. Еще один проект группы пользуется огромной популярностью. Если у вас произошла нестандартная ситуация на дороге, будьте уверены, получите помощь. Зайдите в группу, наберите номер телефона и вас выручат из беды. Знакомьтесь за миг травников. Человек, который никогда не проедет мимо. Человек, который всегда одним из первых откликается на призыв. Если там кому-то нужна помощь, конечно, если у меня есть время, я без проблем катаюсь, помогаю. Ну, бывает по-разному, кого-то не забудьте, приходится, притащить до сервиса, не отказывая. Если даже колеса надо будет менять на место, поменяю, даже съезжу, даже на монтаже. Бывает, чтобы даже заплачу свою эту самую денежку, помогаю, привезу обратно. Все, поставили, все довольны. И мне как-то приятно, когда люди, вижу как бы улыбку в них, то, что помогли, вот так. Что в той или иной ситуации говорит закон, подскажет следующий проект. Причина остановки, проверка документов, допустимая тонировка стекол и законность измерения, проезд перекрестков. Эти и многие вопросы волнуют участников группы. Ответ всегда подскажет Наталья Лизунова. Ну вот, к примеру, есть водители, которые по разным причинам не хотят сразу предъявлять документы инспекторам. Что на это скажет эксперт? Конечно, не стоит так делать, да, потому что есть соответствующие нормы об ответственности за отказ от законного требования, да, который предъявляет инспектор. А если мы до этого говорили о том, что требование инспектора о передаче документов, оно законно, то отказаться от него вы, конечно, не можете. То есть, ну, я думаю, что инспектор в любом случае здесь будет прав, да. То есть, если у вас нет проблем с документами, то нет проблемы их передать для ознакомления инспектору. Это проекты основные, но есть еще и другие, которые также не менее важны. К примеру, забота о юных участниках дорожного движения. Для них проводят конкурсы, давят призы. Ну и напоследок еще об одном. Админы, почему удалили мой пост? Ответ на этот вопрос прямо сейчас даст Сергей. Именно он фильтрует информационные потоки. Регулярно выпадают какие-нибудь не до конца адекватные люди, которые там либо используют нецензурную брань, либо просто пишут какой-то совершенно непонятный бред. Естественно, за этим необходимо следить, потому что в группе должен быть определенный порядок. Группа очень полезная, занимается очень хорошим делом, и для этого нужно очень хорошо за ней следить. Напомним, недавно группа сменила прописку. Кстати, найти страничку можно не только в социальной сети, но и в любой поисковой системе. Ну и, конечно, пополнить ряды сообщества водителей и пешеходов может любой желающий. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся во вторник.